Владимир, перед этим мы про Италию говорили, да, вернемся на секундочку. Ну, в принципе, вот вопрос от Михаила по Италии и другим альпийским странам, где есть горнолыжные курорты. Ведь подъемники работают на электричестве и потребляют большие объемы. Цена одного скипаса раньше была 50-60 евро в день. А что же будет в этом году? До 500 евро? Ну, до 500 евро не дойдет. Ну, в принципе... Просто отключат подъемники и все. Я бы попробовал некоторые вещи по-другому показать. Не будет большой волны лыжников на горнолыжных курортов, не будет большой волны отдыхающих. Это роскошь, которую невозможно себе позволить. И дело не в электричестве, сколько будет стоить подъемник, а дело вообще в образе жизни. И мечта зеленых... Я помню, как первый раз в Берлине увидел перекрытую улицу, которая была застелена ковролином. Знаете, есть такой ковролин, который выглядит как трава издалее. То есть, там, допустим, нормальное зрение, а ты надел очки для близоруких. И вам кажется вообще, что это натуральная трава. Полностью вся улица, там, километра полтора была застелена. И так, асфальт, а сверху это контролин. И реклама была очень сильная. Посмотрите, как было бы прекрасно. Я еще думаю, они вообще с ума сошли. То есть, сначала асфальт закатали, теперь еще сверху искусственную пластиковую траву положили. В чем же тут прекрасно? Что вы натуральную траву так постелите, чтобы машины не ездили. И вот иду, иду я по этой улице. Вся она такая зеленая. На этот день был перекрыт полностью автопоток по этой улице. И вдруг я подхожу к месту, где уже воздушные шарики, знаете, музыка играет, диджей, громко все. И понятно, вот он праздник. Вот он праздник. Сейчас мы узнаем, через чего они получили такое разрешение. И дальше снялась система каршеринга. То есть, когда вы можете в приложении, в телефоне найти ближайшую к вам стоящую свободную машину. В ней уже есть бензин. За парковку платить не надо. Вы к ней сели, приехали куда разрешено. Ну, по правилам, скажем, этого каршеринга. Там ее же оставили. Опять за парковку не платите. За бензин вам не надо заправляться. В Москве такая система широко развита. Ну, и в России-то тоже развивается. И я пользуюсь, если честно. Особенно, когда ты в другом городе. И удобно. Почему бы не пользоваться? И проблема вот в чем. Вот эти люди, которые раздавали брошюры, которых наняли на один день, на два, или там, я не знаю, на сколько, чтобы они рассказывали, в чем прелесть каршеринга, они объясняли. Не надо вам ваша машина. Внимательно посмотрите в приложении. Хотите проехаться на крутом внедорожнике? Вы проедетесь. У вас нет возможности купить такой крутой внедорожник. Вот вам час с компанией, покатайтесь себе, или с точки А в точку Б, когда вам нужно деловое свидание. Вы хотите кабриолет? Пожалуйста, возьмите кабриолет. Вы не можете себе позволить кабриолет. Хорошо. У вас маленькая малолитражка. Она вам все равно стоит каких-то денег. Вам нужно приехать в город. За парковку в центре, как правило, очень дорого платить нужно. Поэтому откажитесь, сядьте на каршеринг, приедьте. Вам не нужна больше машина. Они отбивали охоту. Идея каршеринга заключается в чем? Да, это выгодно. Но глобально они отбивали охоту иметь свой личный автотранспорт. А зачем вам это нужно? А зачем вам нужен автотранспорт? Каждый будет коптить своим мотором. Давайте вы будете ездить на автобусах. До автобуса вы можете ехать на велосипеде. Вот вам прекрасная парковка для вашего велосипеда. Вы велосипед припарковали, камера наблюдения, вот вам код от замка, садитесь на автобус, вы доедете до ближайшего места, где у вас шоппинг-центр. Ведь все для человека, все для людей. Прекрасная идея. И скатерть зеленая, понимаете, из этого ковролина. И я помню реакцию многих немцев. Те, кто на велосипедах ездят, ну да, прекрасно. У них и так все сложилось. У них велосипеды дорогие. А те, кто имеют свой личный транспорт, им удобнее. У кого-то с детьми, у кого-то просто человек привык. Кто-то себе может позволить. Ну, то есть причина личного транспорта. Давайте тоже корни, когда развивались идеи «купи машину, возьми в кредит, вот она, твоя мечта». Это же тоже усиленная реклама. И это две различные философии. Только это не философия каршеринга. Нет, каршеринг – удобная вещь. Не атакую даже. Это философия зеленых. Минимализация. Притом еще, знаете, минимализация расходов всего. Аккумуляторов, электроэнергии, бензина, дизеля. Вот всего, что можно. Минимализация. Меньше потребляется – лучше. Дальше. Магазин – секонд-хенд обязательно. Не надо, чтобы заводы работали, производили текстиль. Это все убивает окружающую среду. Дальше – это социальная уравниловка. Дальше – все бедные. И получаются все лозунги капитализма, они мертвые. Ты можешь стать капиталистом на один час. Зачем тебе быть постоянно, стремиться к благополучию? А ведь это уже конфликт потребительской системы. Потребительская система – основной дни реклама, двигатель торговли. Потребительское мышление. Когда вам нужен новый телефон, новое платье. Когда у вас лейбл модный на сумке. Когда у вас лейбл модный на джинсах. Когда вы хвастаетесь, что ваши кроссовки безумно дорогие. В сум тоже можно прийти и в гум. Как на экскурсию. Мало того, вам не откажут примерить обувь. И можно для интернета сфотографироваться в дорогой обуви. Да, все это можно. Но это получается так. Человек перестает быть собственником. И потребительская философия, на которой изжизнался полностью капитализм. Это то, против чего, кстати, воюет Трамп. Что не надо вот этих левых социалистических мыслей. Это катастрофа для человечества. Но это очень глубинный разговор. Потому что еще неизвестно, что такое плановая экономика. Европа, например, переходит на плановую экономику во всем. И национализация европейских активов, которая была связана, например, с Россией. Это первый звоночек. Завтра будет вторая национализация, третья национализационная волна. Потому что государство должно будет взять под контроль банкротов, чтобы не разогнать людей с их рабочих мест. Сохранение рабочих мест – это тоже важный момент. И получается, Европа на наших глазах становится такой извращенной социалистической структурой. Но очень извращенной. С обязательным доктринальным управлением из Брюсселя. И дело действительно не в Италии. А дело в том, что в конфликтной ситуации между потребительской философией, которая долгала полностью капитализм, это же был только избранный круг стран. И если сейчас внимательно посмотреть, он так и остался. G7 – это там люди живут лучше. А вы посмотрите, как люди живут. Берем целый континент Африки. Миллиардное население. Берем Китай, который не живет по принципам свободной демократии. Живет по принципам контролируемого государством капитализма. При этом имеет еще коммунистическую идеологию. И в этом отношении конкуренция между системами вдруг получается. Я не знаю, как там точно в Северной Америке. Но я знаю точно, как в Европе. Социализм пришел. Просто его не все еще понимают. И этот социализм имеет очень странную гримасу. У него нет лица. У него гримаса. С одной стороны, некоторые лидеры европейских стран, такие как Макрон, борются все еще за то, чтобы богатые оставались богатыми. А с другой стороны, посмотреть на скандинавские страны. Да, уровень жизни хороший. Но срезаловка, налогообложение. Больше зарабатываешь, больше тебя рубят. Уже если говорить об этом, то выйдем на секунду с еврозоны. Поднимемся с Северной на остров. Есть такой остров, там все по-английски говорят. Называют себя британцами. Вы знаете, удивительная вещь. Просто удивительная вещь. Как бы Ли Страсс, она как? Она к власти пришла, но похороны королевы не дали ей так особо сесть за трон премьер-министра. И сейчас она должна продемонстрировать, что она действительно руководит правительством Великобритании. И то, что она сейчас сделала, с нее ржут все. Это действительно смешно. Ну, Блумберг, например, назвал, что это прямая, ну я бы сказал слово прямая, в данном случае имеет смысл, как настоящая авантюра будущего британцев. Это Блумберг, это не я, вдумайтесь. И именно опять возвращаемся к понятию потребительства, экономика и налогообложения. Потому что то, что предложила сейчас Ли Страсс со своим казначением, там выложила на какой-то огромнейший план, сумма 220 миллиардов фунтов стерлингов. Канцлер казначейства Квартингом решил, что это спасет Британию, а Блумберг говорит, что это разрушит Британию. И знаете, вот такие интересные вещи. За 37 лет фунтов стерлинг упал ниже 1,11 доллара. Это обрушение 19%. Рынки будут делать то, что они будут делать, сказал 47-летний Квартинг. Ух ты, говорю я. Банкиры будут делать то, что положено банкирам. Тюремщики то, что положено тюремщикам. Водители то, что положено водителям. Какая умная фраза у этого канцлера казначейства. На самом деле попытка великолепного, очень образованного, светоча политики Ли Страсс предложить план британцам, я думаю, приведет к тому, что Шотландия действительно покинет Великобританию. Потому что с таким премьер-министром они очень далеко не уйдут. И льготы для особо богатых, минимализация их налогов, когда стране трудно, и расширение этой власти на бедно, говорит только одно. Я хочу, чтобы как можно больше денег пришло в партию. Я хочу, чтобы создали огромное такое хорошее пирожное. Многие обозреватели говорят о пироге. И чем этот пирог больше, тем лучше. Это я объясняю просто логикой, как Блумберг это описывает. Вот экономический пирог, он огромный. И ни слова о том, как он будет делиться. Давайте сделаем хорошее большое пирожное. Вы знаете что? Я не наемся одним пирожным. Я и мясо еду, и картошку еду, и помидоры еду. И вот мне чисто тортом Наполеоном с утра до ночи кормить не надо. А рассказывать о том, что он огромный, и всех накормят, и создавать максимально вот этот вот торт, это то, что предложила Листра с точки зрения Блумберга. Я где-то согласен. Я прочитал эти все цифры, знаете, куда и как эти 100 миллиардов фунтов стерлингов. Там, ну, в цифрах можно запутаться, и даже повторять их не буду, они скучные, но смысл очень просто. Энергетическая гарантия, Великобритания точно та же, как и все остальные, находятся в трепетном состоянии, что будет на рынках. И на всех этих рынках, все, что касается электроэнергии, я так скажу, в Британии есть тоже абсолютно потребительская депрессия. И эта депрессия связана с огромными проколами, которые были постоянно вот на волне популизма. И Британия же является одним из лидеров в антироссийских санкциях. Я бы сказал, даже, наверное, законодатель МОД в какой-то момент, не Урсула Фанделея, нет, абсолютно, даже на США, Британия бежала впереди всех. И Британия предлагала всем, давайте, давайте, отказывайтесь побыстрее от российского газа. Я напомню, что Британия одна из первых в 2012 году заблокировала попытку Газпрома войти на рынок Британии с точки зрения поставки газа потребителям. Ну, то есть, газ добрался до Британии, а дальше давайте мы возьмем на себя обязанность, что мы это еще и потребители будем догонять. И они сказали, о, нет, это монополия. Я до свящего дня не могу понять, как эта монополия может действовать. Если я уже доставил к тебе на остров, то я тебе доставлю и домой. Причем тут монополия, не монополия. Ты можешь регулировать сверхприбыль, например, либо налогообложением, либо еще как, либо послаблением. Но прецедент был в том, что все-таки собрали британцы парламент. И это была санкция, абсолютная санкция. То есть, другим фирмам можно было раньше это делать. Как только Россия появилась на горизонте, Британия долбанула, при том очень сильно. И показала, что вот этот анбалдинг, это слово такое странное было, что нужно разбивать на секторальную ответственность, чтобы не было ни в коем случае монополии. У Британии сейчас абсолютная монополия на дефицит электричества будет. Если каждый британец, знаете, вот для сравнения, просто объясню вам простую вещь. У вас в руках мобильный телефон. И там есть такая штука, когда вы нажимаете на микрофон и можете произнести что-то. Например, позвонить Евгению на Вести.фм. Или в WhatsApp Евгению на Вести.фм. У вас выпрыгивает Вести.фм. Евгений, дальше вы надиктовываете ваше сообщение. Так вот, одна смс-ка по расходу того, что на нее уходит, это же сервера работают. Не забывайте, пожалуйста. Сервер услышал голос, должен был расшифровать, прислать, расшифровать программу. Ваш телефон, между прочим, заряжался. Если взять количество затраченной энергии на поддержку от серверов до того, чтобы действительно эта смс-ка пришла Евгению, это примерно одна смс-ка, как скипятить два литра воды. Ну, примерно так. То что? Может быть, литр. Я беру эти данные. Напомните мне, пожалуйста, один из наших очень-очень ярких спикеров. Очаровывает всегда очень интересными, простыми, доступными вещами. Рассказывая о физике, директор Курчатовского института из головы вылетела. Я смотрел в интернете, как он рассказывал. Влюбиться можно в то, что он говорит и как он говорит. Популяризирует науку, объясняет элементарные вещи. Оттуда я беру эту информацию. Ну, может, в новости залезу. Михаил Ховальчук. Абсолютно правильно. Спасибо большое. Вот. Оттуда я взял эти два литра. Давайте, не два литра, давайте полтора литра воды вскипятить. Ну, ведь эти сервера работают. Так вот, знаете, во время пандемии была интересная вещь. Очень увеличился поток просмотров кинофильмов. И люди стали загружать в хорошем качестве. Ну, не знаете, не как пиратский с этим, помните, этим голосом, который говорил странно. Володарский, да. На видео западного производства перевод пиратский. Может, еще вернется все. И будем гоблина слушать. Но факт есть факт. Люди стали закачивать сериалы и смотреть их онлайн. Вдумайтесь, как сразу подпрыгнула востребованность серверного сопровождения. Это значит, что электричество больше нужно. Так вот, тогда британцы посчитали, что если дать действительно всем тот поток, который они хотят, чтобы у вас был онлайн без сбоя, вот как я сейчас разговариваю, бабах, ушел куда-то разговор. Почему? Какой-то сбой сервером. Так вот, британцы посчитали, что им нужно как минимум два блока атомных электростанций построить, чтобы хотя бы догнать потребление, которое нужно всем потребителям, смотрящим онлайн потоки. И знаете, в данный момент, когда действительно немцы в Шпигеле дают репортаж о том, как у британцев подключается счетчик электроэнергии, вдумайтесь, вот вы бросили монетку и вам газировку налили. А теперь представьте себе, вы бросили монетку, вам включили свет, время закончилось, свет выключился. Вы должны заранее заряжать, может не монетки, может кредитные карты, но вы должны это сделать. Если вы не сделали, у вас отключается электричество, и немцы рассказывали о британцах, что у британцах бабушка экономит, чтобы поехать к внукам на Рождество, поэтому она уже не оплачивает себе электричество, живет в темноте. Вау! И в этот момент Лейстрас предлагает с ее точки зрения потрясающий план, не знаю, какого выхода Британии куда и как. Я начал с того, что с такими темпами Шотландия убежит просто из Великобритании, это будет логично после Брекзита. Зачем нужны такие правители? Но эту характеристику, как ни странно, дал Бумберг. И не знаю, сколько, думаю, полный сезон Лейстрас не продержится. Не потому, что она интеллектуально не готова, потому что в меру своего интеллекта она собрала команду, которая предлагает определенные решения, которые сейчас не спасут Великобританию, это уж точно. И затруднительное положение, в которое ТРАС хочет вогнать Британию, знаете, проблема британцев, если честно. И британцы, это одни из тех, кто будут, конечно же, настаивать на решении проблем посредством войны. Это к вопросу к тому, зачем мы говорим вообще о Британии, Европе. Кто из них будет настаивать на войне, а кто не будет. И раскрутить потребительскую способность, я не вижу, как они могут сделать вообще. Если говорить об ограничении счетов на электроэнергию для домохозяйств в течение следующих двух лет, вдумайтесь, полное ограничение счетов, то это может добавить еще аж целых 100 миллиардов фунтов к обязательствам налогоплательщиков. Добавить к обязательствам налогоплательщиков. Красивая фраза. Другими словами, ТРАС что сказала? Мы знаем, что нам для бюджета нужна сумма X. И у нас ее нет. Поэтому мы придумаем, как ее получить. Поэтому вот вам дополнительные налоги, вот вам ограничения. И тогда, в принципе, там 100, там 60, мы выйдем на ту сумму, которая нам нужна в 161 миллиард фунтов. По-другому не будет. Так что будете терпеть, дорогие мои. Хаос уже в некотором случае, я бы так сказал, уже спровоцирован. Ну, первые там отклики были. Но пойдет ли это дальше? Ну, опять же, зима покажет. Все покажет зима. Притом, даже ранняя зима уже может все показать. Уходим с Британии. Мы в нее ненадолго зашли. Я обещал к Аннелине Бербок в гости прийти. Аннелина Бербок – это министр иностранных дел Федеративной Республики Германии. И Аннелина Бербок попросила через ведомство, вещь протокольная, запросила не только она, французы тоже запросили, встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Запросила. Инициатива вообще была не со стороны России. И я часто об этом говорю. У России политика открытых дверей. То есть постучись, двери открыты, не на замке. Дальше есть протокольные вещи. О чем будем говорить, как будем говорить, что будем говорить. И когда уже постучались, мой прогноз был таков, что нужно ждать ходоков. Ходоков притом побегут на перегонки. Германия, Франция кого-то еще в придачу возьмут. Побегут на разговор в Россию, потому что многие вещи они не понимают. Ведь референдумы, которые проходят, это, знаете, Редактор субтитров, А.С и инвестиционной Продолжение следует...